Добрый вечер, Ружан Таилович. Начинаем после матча у Крестных Гремцев с представителями команды. Родится несколько слов о прошедшей игре, слов гостям Игорь Ильич Захарков. Ну, тут все просто. Очевидно, команда соперника придерживалась четкого клана. Мы предполагали, что они так и будут играть на контратаке. Мы удались за контратаки в первом периоде. А потом, сколько бы мы ни старались, ребята из ЛАЗа построили очень хороший бокс перед воротами. Туда было очень трудно побиться. Мы не смогли создать трафик. И сколько бы мы ни бросали, это все будет безрезультатно, если никто не мешает вратарю. Ну, очевидно, в конце все-таки сил нам немножко не хватило. И вот эта лепая ошибка убрала все шансы на спасение матча. И, кстати, в первых голах я не могу винить вратаря, потому что решение о том, что сегодня будет играть Сахацкий, было неожиданно для всех нас. За час до начала матча генеральный менеджер предупредил меня, что не имеет права играть Светберг. Пришла директива. Поэтому я обвинить его в этих голах тоже не могу. Он играл так, как он мог. Потому что, понятно, тяжело кисту, которая не готовится, не настраивается на матчи и так быстро, скоропостижно выйти на игру. Это всегда сложно. И я считаю, что после этих двух прохочных шагов он играл очень достойно, потому что были моменты, когда он у нас падал в ручьем. Вот, собственно, все, что я увидел сегодня в игре. Спасибо, Александр. Ну, важная победа для нас, как и любая другая, но особенно после 1-7 в прошлой игре, сумели вернуться к той игре, которую мы умеем играть и которая нам дает результат. Ребята молодцы и спадали. Спасибо вам. Ваш вопрос, коллега. Сергей, пожалуйста, тренер Костей. Игорь Владимирович, вратаря не стали снимать? Не стали уставать? Не, не то, что... Просто я сказал, что ребята уже уставшие были. Мы не могли создать напряжение в той зоне, поэтому здесь смысла нет. Спасибо. Игорь Владимирович, по поводу Григоренко вопрос. Как его установление подходит? Когда его ждать? Пока очень тяжело. Когда он вернется, не с нами. Сергей, пожалуйста. Артас, во время тайм-аута, то есть, что говорили? Команда начала после тайм-аута действовать очень быстро, сменки короткие, и сочетания получились очень смешанные. Ну, тайм-аут уже и так напрашивался, потому что придавил нас довольно приличный салават, и начали неуверенно действовать, и пятиться. Ну, кто и пытался сказать, что это надо убирать. А вот это вот то, что сочетания получились такие смешанные? Нет, ну мы на три пятерки пришли. Нет, три пятерки да, но всех лучших в три пятерки. Ну, на мой взгляд. Еще раз. А перед вторым периодом, как вы что-то говорили, особенно, потому что и в том матче не случился вообще, а в второй период у Команда не получился? Ну, в принципе, да, не получается, они очень плохие годы, но на выезде, там, когда играли с Братиславой и будущей команда, то и тренировались, и говорили насчет того, как играть второй период, но то же самое я говорил, что и тогда, как играть во втором периоде. Вопросы? Юрий, пожалуйста. Артис, Масальскиса сегодня изваляли. Вопросы? Некому защитить вратаря, команда боится удалений? Не знаю, это что ответить, что значит извалять. Ну, столько было на него, ну, не атак, ну, как объяснить. Ну, если были бы атаки на него, то, наверное, удаления были бы. Еще вопросы? Нет вопросов? Да, пожалуйста. Ну, о том, что Светберг, вы узнали за час до игры, что он не будет играть, вы считаете, это лига поздно сообщила, или как это должно было произойти? Ну, я считаю, что по-любому, когда это очень важно, участие игрока в матче, тем более вратаря, основного вратаря команды, и когда мы получали информацию за час, я просто считаю, что ему неприемлемо. Было достаточно времени, чтобы сообщить нам об этом решении. Ну, получилось то, что получилось. У нас был резервный уратаря, я, кстати, прошу прощения, у болельщиков Тольятти и тех, кто, видимо, смотрел наш светлый матч телевизионный за неудачную форму нашего вратаря, который был резервным. Это было от руки сделано, просто материальщики или сервисмены работали в экстремальных условиях, чтобы хотя бы приготовить его майку к матчу. Нет вопросов? Спасибо большое, коллеги! Спасибо! Победа! Удачи! Спасибо! Спасибо!